Доброе утро. Давайте начнем с простого определения рандомизированного исследования. Это исследование, где люди разделяются на группы рандомным путем, то есть они получают лечение в одной группе, а в другой не получают. По сравнению с... Они могут получать экспериментальное, новое лечение, а в одной группе, а в другой группе уже хорошо известные, хорошо зарекомендовавшие из себя лекарства. И по определению Международной эпидемиологической академии вы видите большое определение, внизу слайда, но по сути, там говорится то же самое, преимущество рандомизированного исследования как раз заключается в факте рандомизации. Это тот единственный способ, который мы можем гарантировать что у нас есть две сравнимые группы, то есть все различия между ними будут обусловливаться лечением. Очень важно, чтобы мы могли сохранять эту сравнимость двух групп, но проблема заключается в том, чтобы получить равные группы, а для того, чтобы удержать эту совместимость на протяжении всего исследования. Очень важно, чтобы все люди, которые принимали участие в лечении, получали его. В этом заключается особая сложность рандомизированного исследования. Давайте перейдем к основным понятиям. У нас есть механизм шанса, случайного распределения, то есть каждый человек имеет равную возможность попасть в ту или иную группу. Это не обязательно шанс 50 на 50, это может быть шанс один к двум или другая вероятность, но тем не менее для каждого субъекта существует высокая вероятность попасть в ту или иную группу. То есть вероятность, в принципе, разделяется достаточно поровну. Второй фактор – это сокрытие результатов, то есть невозможность предсказать их, чтобы никто не мог предсказать заранее, каким образом будут результаты распределения пациентов. Давайте перейдем к другим деталям. Как уже сказал, у нас есть экспериментальная группа, так называемое экспериментальное плечо, в котором люди получают то, что мы исследуем. Исследователи обычно оказывают определенное воздействие на эту группу и контролируют это воздействие. Именно это и нужно разработать. Для этого мы и применяем дизайн исследования, что не относится к другой группе, где мы просто фиксируем то, что происходит. Также нам нужна некая контрольная группа или контрольное плечо, так называемое, которое не получает лекарства, например. Обычно эта группа получает какое-то стандартное лечение, например, плацебо или вообще ничего. Это может быть также и исследование, какой-то скрининг, необязательное лекарство. То есть одна группа его получает, другая группа, например, его вообще не получает. Можно также использовать плацебо, то есть пустышку, то есть какое-то вещество, которое является абсолютно инертным, неактивным, не производит никакого эффекта, но цель его заключается в том, чтобы люди не могли догадаться, оказывается ли в их отношении вмешательство или нет. Как уже было сказано, должно быть минимально две группы, может быть больше, если, например, исследуется два новых лекарства или метода. Также очень важно, чтобы после основного исследования результаты были зафиксированы и тщательным образом проанализированы. В сравнении между двумя группами, косморитальной и контрольной. очень важно, и это то, что я извлек из своей работы, это очень четко разработать и прописать все цели. Важно понимать, что является целью исследования. Это нужно прописать как можно подробнее. Для РКТ, РКТ для рандомизированных контрольных испытаний, это может быть всего лишь одна очень четко определенная цель. И она может также хорошо относиться для рандомизированных контролируемых исследований. Также эти исследования являются слепыми. То есть, помимо скрытого распределения, случайного распределения, мы также делаем слепые результаты. Мы используем критерии исключения, критерии включения для того, чтобы подобрать испытуемых. Что-то из себя представляет экспериментальная процедура или лечение. Это тоже нужно хорошо продумать и разработать. Кто будет осуществлять, где, когда, какие люди будут это делать. Это те вопросы, на которые вам нужно ответить. Возможно, если вы не точно определите эту процедуру, тогда вы не сможете соответствующим образом обеспечить ее слепой характер. Очень важно определить по отношению к чему вы будете сравнивать вашу экспериментальную группу. Важно поставить правильные научные вопросы. Например, как мы можем улучшить существующую лечебную практику. То есть контрольная группа должна, например, соответствовать принятой лечебной практике. Например, получать принимаемое или хорошо принятое лечение вместо плацебо, потому что плацебо ничего не даст, оно не покажет разницу по сравнению с существующей практикой. То есть невозможно будет понять, является ли новый метод лечения лучше существующих, если вы будете сравнивать его просто с плацебо. Очень важно сравнивать равные или равносильные вещи, то есть существующее лечение и новое лечение. И наконец нужно понять, какие результаты вы ожидаете. Ожидаете ли вы того, что новое лечение кажется лучше, чем существующее, будет ли оно таким же, будет ли оно не хуже, или возможно оно будет даже хуже, чем существующее. Это тоже нужно помнить, это нужно прописать перед началом исследования. Результаты исследования по сути совпадают с целью лечения. Был ли, поправился ли пациент, стало ли ему лучше, улучшилось ли качество его жизни. Это нечто, что имеет непосредственное отношение к пациенту, а не просто какие-то абстрактные измерители типа анализа крови, ультразвук, рентген и так далее. Вот классический пример астрептомицина для легочного туберкулеза. Были проведены рандомизированные исследования 1948 год. пациенты были поражены легочным туберкулезом, получали внутримышечный стрептомицин 50 миллиграмм 4 раза в день. По сравнению с ними исследовалась группа, получающая обычное лечение, то есть покой и результат исследования показал, что уровень смертности был гораздо выше на протяжении 6 месяцев 7% по сравнению с 7%. Каким образом мы осуществляем рандомизированные исследования? Мы выбираем, мы определяем выборку населения, которое может принимать участие в исследовании, мы получаем информированное согласие, мы изучаем выборку, дальше мы случайным образом распределяем их на два плеча, проводим исследования и далее мы контролируем и анализируем результаты. Сутью рандомизированного исследования является вот этот процесс в центре, случайное распределение и разумеется между распределением на контрольную и испытуемую группы у нас есть собственно проведение лечения или вмешательство, после чего следует контроль и анализ. Вот небольшая историческая справка Джеймс Линд в 1747 году описал этот процесс, это настоящая классика рандомизированных исследований. Он исследовал моряков, которые работали в военно-морском флоте, служили военно-морском флоте. У них были проблемы со здоровьем ЦНГ, они не знали причину этого заболевания и Джеймс Линд разобрал их на группы для того, чтобы разбил их на группы для того, чтобы понять, какова была причина возникновения этого заболевания. И он обратил внимание, что те пациенты, которые получали цитрусы, они поправлялись лучше и меньше болели, чем те, которые не получали. Таким образом, в то время, как с другими это не происходило, он смог определить, что это является тем эффективным средством против цинги, которое может помочь морякам. Зачем мы прибегаем к рандомизированным исследованиям? Это оптимальное средство для получения знаний, для лучшего понимания куративной медицины. Идея этого исследования заключается в том, чтобы получить по-настоящему рандомизированные исследования, но не просто это, а осуществить это под контролем, который приводит к конкретным результатам. То есть это более конкретные, более наблюдаемые исследования, которые дают те результаты, которые можно проанализировать напрямую. В рандомизированных исследованиях мы можем быть уверены, что те эффекты, которые мы наблюдаем, действительно напрямую проистекают из вмешательства при условии, что мы осуществляем высококачественное исследование. У нас действительно здесь есть возможность вмешаться в естественные процессы, осуществить все под контролем человека и получить по-настоящему надежные исследования. Вот диаграмма, которая называется CONSORT. Это, по сути, своя схема, стандартная процедура осуществления такого исследования. Она в основном посвящена отчетности. Здесь вы видите распределение людей, которые получали или не получали лечение. и главная идея здесь заключается в том, что даже если люди по какой-то причине не принимали лекарства, они не должны теряться, они не должны уходить, не должны прекращать участие в исследовании, их тоже нужно проанализировать. И, разумеется, в идеале количество людей проанализированных в конце должно быть максимально приближено к тому числу людей, которые изначально начали принимать участие в исследовании. Это все важно для того, чтобы избежать систематические ошибки отбора. Люди могут перестать участвовать из-за получения побочных эффектов, отсутствия терапевтических эффектов и самых других причин, но очень важно, чтобы они в любом случае находились под контролем и оставались внутри исследований. Просто повторюсь еще раз то, что я уже сказал, мне кажется, это очень важно. Случайное распределение максимизирует сравнимость двух групп, то есть это гарантирует, что распределение групп осуществляется максимально надежным и транспарентным образом, обеспечивает лучшую сравнимость группу результатов. У нас есть латинский принцесс, который звучит как satiris paribus, и его перевод выглядит следующим образом. Все группы являются равными. Если что-то происходит в одном случае и не происходит в другом, и между этими двумя случаями существует только одна разница, это та разница, которая объясняет различия между двумя группами. И именно это определяет суть родомизированных исследований. Как я уже сказал, родомизированное распределение людей это оптимальный способ гарантирования того, что принцип satiris paribus будет выполнен в исследовании. Какие сильные стороны рандомизации? Во-первых, это исключение систематической ошибки отбора. Мы гарантируем, что группы, по крайней мере, в начале одинаковые. Однако важно помнить, что когда у нас участвует большое количество людей и мы рандомизируем людей достаточно часто, вероятность того, что мы получим одинаковую группу невысока. Нам нужно обеспечить достаточно большое количество повторений для того, чтобы гарантировать стабильность рандомизации. Рандомизация не просто обеспечивает одинаковое распределение, она также сокращает те различия, которые нам неизвестны и которые при этом могут оказать влияние на результат. Например, могут быть факторы риска, которые мы не могли определить на первоначальных этапах исследования, мы могли вообще не знать о них. Однако в рандомизированном исследовании мы можем изначально исходить из того, что сам фактор рандомизации сможет минизимировать эти различия, что в очередной раз означает, что принцип сатерис парипус будет оптимальным образом выдержан. Опять же, я повторяюсь, что важность этого исследования заключается в том, что таким образом сокращается сравним, таким образом обеспечивается оптимальная сравнимость двух групп. И она выдерживается как на этапе разработки исследования, так в ходе его осуществления и далее на всем протяжении исследования вплоть до анализа и отчетности игнорирования какого-либо из этих факторов не даст вам в конце надежные результаты исследования. Однако есть определенные ограничения для начала аргумизированного исследования. Первый из них связан с статусом знания, он называется Эквипос. Мне кажется, Малкольм говорил уже об этом. Эквипос означает, что должен существовать определенный подлинный баланс о нечеткости или неоднозначности результатов лекарства или какого-то вмешательства. То есть мы должны исходить из того, что в пользу определенных результатов у нас существует недостаточное количество исследований. То есть мы должны всегда исходить из того допущения, что мы можем чего-то не заметить или чего-то не узнать. Извините, что я вхожу здесь в какие-то философские понятия, но эпистемиологическое знание означает, что есть нечто, о чем мы можем не иметь полной информации. Мы должны исходить из допущения об эпистемической неоднозначности. Но делая это, мы должны при этом рассчитывать на то, что наше исследование позволит пролить след на это незнание, иначе смысл делать его нет. Проводя такое исследование, мы как бы балансируем между различными возможностями, и это дает нам так называемое окно возможностей. То есть, как я уже сказал, мы исходим при этом из допущения того, что это исследование даст что-то новое, и это лекарство, например, пойдет на пользу. Нужно при этом понимать, что нам может не хватать достаточно знаний, и что очень важно, время истекает, и если мы будем тянуть еще дальше, то времени просто не хватит, и актуальность исследования просто будет более нерелевантной. Сказав это, я также хочу подчеркнуть, что мы должны убеспечить своевременное начало исследования. Не следует спешить, потому что для некоторых исследований, вернее, для того, чтобы гарантировать потенциальную пользу от этих исследований, нам нужно располагать надежными данными о том, что это может произойти. Говоря об этической стороне вопроса, мы не должны отказывать испытуемым в эффективном лечении, то есть сам фактор рандомизации не должен идти им в минус, они должны после проведения исследования получить информацию о том, было ли оно на пользу, было ли оно во вред, было ли выявлено какое-то лучшее лечение их заболеванию, для того, чтобы все группы, принимающие участие в исследовании, получили равное обращение, уже когда исследование закончилось. Что еще важно в экспериментальных рандомизированных исследованиях с этической точки зрения? мы должны брать на себя полную ответственность за администрацию вмешательства и брать на себя ответственность в том числе за побочные негативные исследования, особенно те, которые были созданы самими экспериментаторами. В экспериментальных исследованиях мы наблюдаем за процессом. Если мы видим, что что-то повышает риск, исследователи не могут нести за это полную ответственность, но по крайней мере исследователи могут прекратить процесс. Все эти моменты были прописаны в Хельсинской декларации. Одним из основных столпов этой декларации является положение о том, что лечение пациента не должно ставиться под угрозу, то есть не должно идти во вред. Если существует эффективное доказанное лечение, плацебо неприемлемо в случае с пациентами, которые действительно страдают от определенного заболевания. Вмешательство должно проходить с предпосылкой о безопасности для пациента. Вред может простекать от его недостаточной эффективности, от несоблюдения этических стандартов и норм. Однако мы должны отличать ненамеренный вред и намеренные манипуляции. Этический комитет требует от нас, чтобы мы заявляли открыто о том, что потенциальный вред аккуратно сбалансирован с потенциальной выгодой, что означает, что риск, который берут на себя пациенты или испытуемые не настолько высок по сравнению с возможностями получить положительные результаты и улучшить лечение. Если вы нанимаете испытуемых в рандомизированном исследовании, обязательно нужно получить от них информированное согласие, нужно удостовериться, что вы получили всю информацию и в свою очередь донесли до испытуемых полную информацию о том, что они во-первых участвуют в таком исследовании, о том, сколько пациентов будет в нем участвовать, каковы цели исследования, каковы потенциальные результаты, как будут проходить исследования, все возможные детали и информацию для того, чтобы пациент мог их понять. Очень важно, чтобы язык и терминология также были понятны для пациента. А это бывает очень сложно, особенно когда мы говорим о детях, которые участвуют в педиатрических исследованиях. И нужно, тем не менее, удостовериться, что дети разного возраста понимают тот язык, на котором вы говорите, в том смысле, что это нужно, ваш язык нужно подстроить под их понимание. Это также очень актуально для беременных женщин, для людей с психологическими заболеваниями. Для привлечения таких людей к исследованию нужно дополнительное согласование с советом испытателей, которые принимают участие в исследовании. Что касается практического воплощения таких исследований, здесь речь идет об очень тяжелой логистике. Все протоколы должны быть проработаны, все детали должны быть прописаны, обозначены в протоколах, должны быть прописаны критерии пригодности и исключения из исследования. Также должен быть собран весь пакет документов, включая этап набора испытуемых, само вмешательство, контроль и анализ исследований. Такие испытания также часто включают вопросы страхования, оплаты работы, компенсации, в том числе компенсации на затраты времени в поездках, на дорогу и так далее. Также нужно продумать способы контроля и мониторинга за ходом осуществления исследования. Например, комитет по контролю за побочными эффектами, который будет полномочий по остановке исследования. нужно прописать правила, в каких случаях осуществляется остановка исследования. Нужно получить соответствующее разрешение, оценки и необходимой бумаги от контролирующих органов. Нужно быть реалистичным относительно объема группы, количества испытуемых. не нужно задавать слишком оптимистичные показатели по количеству привлечений испытуемых, потому что физические возможности, необходимые для проведения исследований, иногда превышают возможности, необходимые для набора пациентов. Короче говоря, нужно посчитать те потребности, которые у вас будут с точки зрения ресурсов. Временных, денежных, человеческих, включая тренированный и профессиональный персонал. Что касается других ограничений, не следует забывать, что организированные исследования часто прибегают к ограничительным критериям, критериям и исключениям. Мы начинаем с принципа примум эс нон носера. Это тот принцип не навреди, который мы видим в клятве Гиппократа. Если мы имеем дело с высоким риском побочных эффектов, мы должны по крайней мере постараться исключить риски смертности для тех людей, которые уже имеют определенные тяжелые заболевания, особенно женщин в детородном возрасте, которые потенциально могут быть беременными. Если речь идет об очень серьезных и опасных исследованиях, мы стараемся исключить более молодое поколение и так далее. ограничений по допуску пациентов достаточно много. И нужно понимать, что чаще всего они гораздо серьезнее, чем вы могли думать в начале исследования. Говоря о сравнительной группе, встает несколько вопросов. Каким образом эта группа будет получать или не получать лечение? Возможно, будет получать плацебо. это один из самых важных вопросов для исследования. А именно, повторюсь, самый важный вопрос, который вы себе задаете, это будет ли новая технология или новое лекарство, которое вы исследуете, сравнимо лучше или хотя бы таким же, как лучшее существующее лекарство. Очень важно выбирать такие факторы сравнения, которые действительно позволяют обеспечить адекватное сравнение двух групп. В противном случае, если вы сравниваете несравнимое, то все результаты могут быть неадекватными. Например, если испытуемой группе вы даете слишком большие дозы по сравнению с контрольной группой, то в первой группе вполне вероятно получите очень серьезные побочные эффекты, таким образом это негативно отразится на общих результатах исследования. С другой стороны, если вы будете давать плацебо контрольной группе, то вполне вероятно, что вы не получите достаточно наглядной разницы между оптимизирующим лекарством и оптимальным существующим лекарством. Что касается радомизации, сейчас мы в основном используем компьютерный генератор случайных чисел. достаточно все просто. Раномизация, ее техническая сторона, они не составляют каких-то особых сложностей. Нужно обеспечить баланс ключевых особенностей между различными стратами, обеспечить непредсказуемость результатов и по сути это означает равное распределение групп по плечам, то есть между контрольным плечом и испытовым плечом и наконец третий критерий рандомизации это его хорошая документация. Мы должны, как я уже сказал, помнить закон больших чисел, когда случайная выборка берется из большого количества популяции, мы повышаем размер отбора и повышаем его точность, но делая это, мы также должны повторять количество испытаний чаще для того, чтобы обеспечить их большую достоверность. Скрытие распределения означает, что не должна возникнуть хоть какая-либо возможность для людей, участвующих в исследовании, понять, каким образом будет осуществляться распределение. То есть никто не должен знать, в какой он группе находится, быть не в состоянии предсказать результаты. Например, у вас есть какой-то пациент, который участвует в этом исследовании, вам он лично очень нравится, вы хотите, чтобы он получал новое исследование, и вы каким-то образом подвигаете его в сторону рандомизированной группы, в сторону испытуемой группы. Но это должно быть исключено. Никто, ни вы, ни другие участники эксперимента не должны иметь возможность повлиять на результаты рандомизации и распределения пациентов. Очень важно, чтобы те люди, которые набирают испытуемых, не принимали участие в распределении. Обычно это осуществляется централизованно в штабе испытания. Результаты распределения не должны раскрываться до того, как испытание закончится, потому что это может привести к ошибке отбора. И до начала испытания субъекты не должны понимать, что будет осуществляться в их отношении. Я уже много раз говорил о размере выборки для РКТ. Это то, что обеспечивает силу вашего исследования, его наглядность. Но, с другой стороны, оно создает дополнительные побочные риски. Вы должны с одной стороны понимать, что большое количество испытуемых дает вам возможность посмотреть, насколько часто те или иные побочные эффекты появляются в той или иной группе. Но, с другой стороны, это создает большую нагрузку с точки зрения контроля, документации и анализа. Недостаточно просто набрать остаточное количество людей, получить от них информированное согласие. Гораздо сложнее удержать их все в исследовании, чтобы они не выпали на тех или иных стадиях. все это нужно принимать во внимание при расчете количества участников исследования. Давайте сейчас поговорим о статистической и клинической значимости исследования. Здесь вы видите оранжевые линии, минимальное клиническое значимое значение. здесь представлено какое-то гипотетическое исследование. Здесь у нас располагается статистическая значимость для нет-нет. Это интервал, который не имеет ни статистического, ни клинического значения. Этот интервал располагается под нулем, это означает, что он статистически значим, но клинически незначим. то есть здесь клинический эффект слишком мал, чтобы иметь какое-то значение в клинической практике. Здесь мы видим тоже интервал, который располагается под нулевой линией статистически, но клинически он располагается под минус 0,1. Статистически он не релевантен, клинически релевантен. Здесь мы видим, что разница среди интервала совпадает со значением клинического значения. В последнем интервале мы видим, что эффекты были полученные эффекты были значительно выше клинически предсказуемых. Нам очень важно получать те результаты, которые клинически гораздо более важны, чем статистически важные результаты. Что касается эффекта плацебо. Что касается эффекта плацебо. пациент получит преимущество даже от ожиданий и эффект боярышника. люди получают больше внимания, проходя тесты. Более часто это также может положительно повлиять на результаты. Так называемое псевдолечение. Идея здесь следующая. Люди не могут сказать, получают они активное вмешательство или экспериментальное или плацебо. манекен просто способ регуляции приема плацебо один раз в день или несколько раз в день только утром или только вечером. То есть с точки зрения процедуры приема лекарства в группе могут наблюдаться сходства. и если нет никаких негативных последствий определенного лечения, это должно определенным образом отслеживаться. Я уже говорил о ботических требованиях. Конечно, должно прием плацебо должен быть безопасен для пациента и можно отложить лечение, наблюдается, скажем, экзема или другие какие-то виды лечения не сильно значимы. также в рандомизированных исследованиях очень важен слепой подход. Распределение должно проводиться в секрете, и участники, и исследователи не должны знать, к какому плечу принадлежит определенный участник. также единичные слепые исследования это когда один участник не знает о распределении двойные слепые исследования, это когда оба участника и участники и исследователь не знают о принципе распределения, а также Также есть тройные слепые исследования, и здесь очень важно не только для участников, но и для сотрудников, которые делают оценку, чтобы не было никаких дополнительных знаний о группе пациентов, которых они оценивают, с тем, чтобы избежать субъективности, если результат требует какой-то оценки, допустим, смертельный исход, нужно показать, что вот это слепое исследование не влияло никаким образом на оценку этого результата. Есть исследования, которые показывают, что разница будет более значительной, если не было проведено слепое исследование. И, конечно, есть определенные сложности, связанные со слепыми исследованиями. Конечно, если мы используем, исследуем диету или какие-то хирургические операции, это будет сделать сложнее. Но, тем не менее, если мы используем плацебо, это возможно. Ортоскопическая хирургия, например, два года назад были проведены операции, и пациенту показали видеооперации. И пациенты не знали, чье это колено. Было показано просто, как колено разрезается. То есть это возможно. И что касается диеты или образования, это также возможно. Но сложно во многих ситуациях. Также есть история о том, как люди узнают определенные лекарства по запаху, по вкусу, по ощущениям. И, конечно, побочные эффекты могут рассказать о распределении по группам. А также эффективное лечение против абсолютно неэффективного лечения. Конечно, результаты также будут говорящими. У меня есть коллега, который участвовал в исследовании, и он сказал, что он не хочет принимать плацебо долгие годы, и он дал эту таблетку специалисту по химии, для того, чтобы он проанализировал содержимое этой таблетки. И в конце исследования нужно спросить участников, что вы думаете о вашем лечении. Было вмешательство или нет? Вы можете также спрашивать людей, которые оценивают результаты, можете задавать им тот же самый вопрос. В соответствии. Также это поможет нам уменьшить различия между группами. И если исследовательное исследование было правильно проведено, тем не менее, анализ может быть сделан неправильно. Здесь есть определенные принципы. Все, что происходит, рандомизация, случайное распределение, все это определяет ваш анализ. Возможно, анализ протокола и прочие виды анализа должны быть включены в ваши исследования. Также возможности заражения и различные расхождения с протоколом. Итак, ограничение рандомизированных исследований. Как я уже сказал, это определенный вопрос. Вы ограничены исследованием только определенной темы. В исследовании кейс-контроль, например, вы можете исследовать разные факторы риска. А в рандомизированном исследовании вы исследуете определенный вопрос. Все яйца вы складываете в одну корзину и надеетесь, что вы получите результат. И, конечно, если вы даете правильный ответ на неправильный вопрос, это вам не сильно поможет. Нужно очень тщательно определить, что вы хотите узнать, сформулировать вопрос. Возможно, вам скажут, что все вопросы уже были заданы, но, тем не менее, я считаю, что это не так. Такие исследования действительно могут быть хорошей альтернативой реальному лечению. И, конечно, сама рандомизация не может гарантировать высокого качества, она недостаточно. Все процедуры должны быть проведены правильно. или же возникнет системная ошибка. И плохое рандомизированное исследование – это то же самое, что плохая наука. И теперь я хотел бы обобщить. Для хорошего рандомизированного исследования вам требуются правильные критерии включения, не слишком ограничивающие. Надлежащая рандомизация должна быть проведена, то есть результат должен быть непредсказуемым. Популяция должна быть достаточно большая, должна быть стандартизация при вмешательстве. Также нужно сохранять слепой принцип, если вы работаете с субъективными результатами. И также нужно придерживаться принципов вмешательства, не отходить от него. Также нужно обобщать результаты, предпринимать интегрированный подход, использовать стандартные методы оценки. Также нам нужен предварительный план. Нам нужен анализ подгрупп. И часто это выполняется неправильно. также должно быть достаточное количество данных. И также продолжительность самого исследования и обобщающего этапа должно быть достаточное для получения значимого результата. Также очень важна ответственность всех участников с тем, чтобы получить действительно значимые данные и так далее. Итак, рандомизация позволяет нам эффективно изолировать влияние вмешательства из целой суммы сопутствующих факторов и рандомизированные исследования. Они действительно могут дать нам существенные новые знания, но, к сожалению, не всегда они являются эффективными. И надлежащим образом проведенная рандомизация позволяет нам провести хорошее сравнение между группами по базовым принципам, базовым факторам. Но, тем не менее, нужно действительно правильно проводить рандомизацию для того, чтобы получить хорошее сравнение. И также нужен хороший дизайн. Спасибо большое. У кого-то есть? Я по-русски, если можно. У меня вопрос возник по поводу подгрупп. То есть подгруппы должны быть так же рандомизированы, как и основные группы? Передпоследний слайд был про подгруппы, как раз недавно говорили. Еще раз вопрос по... Какие подгруппы? Сабгруппы. 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 Например, если вы ничего не видите у всех пациентов, вы можете сказать, допустим, есть большой эффект у женщин наблюдается, а у мужчин нет. Или наоборот, вы можете создавать бесконечное количество подгрупп, но я считаю, что это не очень эффективно. И анализ показывает, что даже если вы анализируете по принципам гороскопа, тем не менее, все равно будут какие-то преимущества от этого вмешательства, но это ничего не значит. Так что это представляет действительно проблему. Вам нужно избегать анализа подгрупп. Конечно, вы можете это делать, но вопрос, нужно ли вам это. Я бы с осторожностью подходил к этому вопросу. Действительно, если у нас недостаточно информации, недостаточно большая группа, то нам нужно с осторожностью интерпретировать результаты. Но мы можем назвать это рандомизированным исследованием? Да, конечно, можно. Спасибо, я думаю, что мы дальше будем обсуждать это.